С цветами и воздушными шарами на перроне железнодорожного вокзала ждут призеров четвертых республиканских соревнований бригад скорой медицинской помощи. Состязания среди сотрудников неотложек проходили в Нур-Султане. Шамкентские медики стали серебряными призерами. Вообще оценили по высшему баллу. Мы буквально от победителей на доле каких-то баллов отстали, а так в принципе по работе дали высокую оценку города Шамкента. Четвертый год подряд проходит конкурс. Мы вот впервые призовое место занимаем, второе. И вообще как бы акцент на работе скорой помощи очень такой повышенный на сегодняшний день. Вся скорая помощь обучается международным стандартам. Молодцы! Молодцы! Призеров республиканских соревнований встречают громкими аплодисментами. Команда из трех человек, врача и двух фельдшеров утопает в цветах. Мы рады, что оправдали надежды всех, кто ждал здесь. Мы два дня соревновались. В первый день объехали четыре пункта, во второй еще один. Никаких сложностей не возникло. В следующий раз поедем за первым местом. В республиканских соревнованиях участвовали медики из 17 регионов Казахстана. Они спасали пациентов с острым коронарным синдромом, анафилактическим шоком. Помощь понадобилась и людям с травмами после ДТП. Медики из Шамкента даже принимали роды на дому. Молодец! Библигольбзе балаш! Для нас участия не было. Главное, чтобы показать, как работает городская скорая помощь, как быстро, как качественно. Честно говоря, не знаю, что не так уж было сложно, потому что это наша работа. Мы каждый день делаем эту работу, показываем всегда городу, людям, как мы работаем. Оценивали бригады скорой, сотрудники медицинских вузов и медорганизаций Казахстана. В составе жюри были и международные эксперты из Италии и Германии. В первую очередь судьи оценивали скорость и качество оказания медицинской помощи. Решение, от которого зависит здоровье, а зачастую и сама жизнь пациента, необходимо принимать здесь и сейчас. Анастасия Новикова, Амантай Абьельбеков, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Утрар».